Всем привет! Надеюсь, вы там не грустите в самоизоляции, а занимаетесь продуктивным трудом и продолжаете изучать Digital Humanities. Как я уже объявлял, предлагаю посвятить часть нашего курса разговору о методах анализа тематики текста. Таких методов можно выделить в принципе много, ни один из них несовершенен, ну просто потому что задача понимания текста достаточно сложная, и к тому же качество ее выполнения довольно сложно тестировать, она даже не имеет однозначно правильного ответа. Если мы с вами раньше говорили про стилометрию, то там можно было довольно легко взять и померить, насколько хорошо она работает, узнает она автор или не узнает. В данном случае все гораздо сложнее, потому что то, насколько хорошо мы из какого-то большого текста извлекаем какую-то суть его тематики, это в принципе понять довольно сложно, и какой-то эталон сделать тоже довольно сложно. Но давайте сначала все-таки сформулируем задачу. Еще раз. Итак, задача, которая перед нами стоит в первом таком приближении, в первом варианте формулировки, она звучит так. Получить некоторый экстракт, некоторую выжимку, эссенцию, темы какого-то текста. Ну давайте сразу попробуем поговорить об этом на примере. Вот перед вами отрывок из повести Льва Николаевича Толстого «Юность». Это Николин Каиртенев нервничает на экзамене по математике. Мы могли бы просто представить сжатую версию текста как-то так. Ну вот, например, как здесь, справа на этом слайде. Я сдаю экзамен и боюсь не сдать, боюсь провалиться. Как вы можете догадаться, для автоматизации такой вариант извлечения тематики не очень прост. Нам надо породить предложение, которое передавало бы смысл целого абзаца, и надо, чтобы оно было какое-то грамматически правильное. Да, это в принципе не очень просто, даже несмотря на достижение нейросетевых подходов. И вообще суммировать текст крайне непросто, потому что не очень понятно, что именно из него более важно, что менее важно. Поэтому можно посмотреть и на альтернативный вариант, где мы не заморачиваемся с порождением целого грамматически правильного предложения, а просто набрасываем тематику нашего текста в нескольких словах, которые мы считаем для него какими-то важными, ключевыми. Это проще. Но именно в таком виде, как вот сейчас на слайде, решить эту задачу все равно довольно сложно. Как видите, слово «экзамен» в этом тексте вовсе не самое частотное, и как понять, что оно тут важное. Слово «университет» в нашем тексте вообще нет, и слово «волнение» тоже напрямую не встречается. Хотя встречаются другие важные для этой вот такой экзаменационно-учебной темы слова, как билет, профессор и так далее, доска. К счастью, нам обычно и не нужно работать с текстом в вакууме. Да, если текст один, ну зачем из него что-то извлекать, сжимать и так далее. Мы, в принципе, можем его прочитать. И даже если у нас текст один, но очень большой, методы автоматического анализа тематики редко нам бывают полезны. Они редко полезнее, чем вот та не совсем точная цитата Вуди Алина, которая здесь приведена. Да, я читал «Войну и мир» за 20 минут, она про Россию. Обычно мы все-таки работаем с корпусом текстов. Поэтому я бы немножко уточнил задачу. В большинстве случаев речь у нас идет о том, чтобы извлекать некоторое обобщение тематики текстов для множества текстов корпуса. И это на самом деле хорошо. Это сильно расширяет арсенал методов и средств, которыми мы можем пользоваться. Если у нас есть много текстов про сдачу экзамена, мы можем найти среди них самые типичные ключевые слова не только для одного текста, а сразу для нескольких. И тогда приписать слово «Университет», например, даже тем текстам про сдачу экзаменов, в которых само слово «Университет» не встречается. Поэтому вот сама возможность заниматься дальним чтением здесь она скорее плюс. Мы можем попытаться обобщить сначала как-то эти темы, эту тематику, а потом уже приписывать ее текстам. Ну вот перед вами небольшой пример. Это фрагмент данных, с которыми мы, надеюсь, попрактикуемся. В столбце «Контент» тут лежит некоторый текст, а дальше в столбцах «Кейвордс» и «Саммари» два варианта сжатия тематики текста, которые я уже показывал. Первый через подбор слов, характеризующих некоторую тематическую сущность, тематическое ядро этого текста. Второй через такое вот суммирующее предложение. Есть еще одна проблема. Какой бы вариант экстракции мы не избрали, хоть «Кейвордс», ключевые слова, хоть «Саммари», какая-то вот такая сумморизация, реферирование, не очень понятно, что с этим делать потом. Вот, допустим, у нас есть несколько тысяч текстов, и мы получили для них несколько тысяч таких вот «саммари». На самом деле не очень понятно, чем это нам помогает в научных задачах. Это полезно для каких-то инженерных задач. Ну вот ключевые слова вообще изначально. Многие метрики, которыми они извлекаются, были придуманы для информационного поиска, чтобы большой документ представить в виде какого-то набора самых релевантных терминов, чтобы Яндекс или Гугл потом находил этот документ. То есть это такая скорее вот инженерно-поисковая задача. Очень важная, но менее релевантная для, скажем, исследователя, который хочет какие-то тексты изучать. Если мы хотим исследовать наш корпус и делать какое-никакое дальнее чтение, то, что мы как раз любим как цифровые гуманитарии, то, может быть, нам стоит немножко эту задачу развернуть, немножко ее так инвертировать. То есть не говорите о том, что мы из каждого текста извлекаем некоторый его экстракт, который может быть уникален для этого текста. Грубо говоря, у нас столько же экстрактов, сколько самих тем. А скорее говорите о том, что мы приписываем всем текстам какое-то небольшое закрытое множество тем, небольшой набор ярлыков тематических. Эти темы, с одной стороны, могут быть заданы изначально, как рубрики в новостях. Вот у нас спорт, вот экономика, вот политика. Берем 10 тысяч текстов и раскидываем их по корзинам. Но такая красивая картинка бывает мало где, кроме новостей, честно говоря. Часто мы не знаем, какие темы есть в корпусе, и он не так явно бьется по рубрикам. Поэтому в таких случаях мы можем выводить темы из корпуса автоматически. Ну вот, как было в уже всем надоевшем примере с акушеркой Марты Баллард из штата Мэн и ее почти десятью тысячами дневниковых записей. Там историк Кэмерон Блэвенс автоматически выделил набор тем на основе текстов, на основе самих текстов, на основе того, какие слова встречаются у нас в этих текстах. И потом уже эти темы как-то охарактеризовав, он изучал, как это закрытое какое-то множество из десятка примерно тем, распределено по корпусу. И помните, вот эти вот я показывал картинки, где у нас есть темы, которые мы обозначили как гарденинг, садоводство, какое-то вообще всяческое земельное хозяйство, и как она распределена по году. Вот ее там очень мало зимой и очень много весной-летом. И это дает нам некоторый выход на бытовые реалии через вот такое вот автоматическое извлечение темы с корпуса. Этот подход вообще довольно популярен в Digital Humanities, чтобы вы не думали, что свет клином сошелся на Марте Баллард, и она такая единственный пример, где это сработало. На самом деле есть люди, которые изучают с помощью этого подхода жанры и их различия. Есть люди, которые изучают разные там медиа, изучают подписи к искусству и так далее. В общем, это довольно хороший подход, когда у вас есть какой-то корпус, вы не очень представляете, какие в нем темы, но хотите как-то их немножко так вот кластеризовать и изучить. Теперь на основе такого вот описания задач и примеров уже выделим основные подходы и назовем их своими именами. Ну, собственно, первый подход – это извлечение ключевых слов. Из текста тем или иным способом вытаскиваются наиболее характерные для его тематики слова. Второе, что у нас есть, это автоматическое реферирование или саморизация, саморизейшн. Текст сжимается до одной или нескольких фраз. Ну, вот это то, что вы видели на слайде 3. И есть разные подходы, в которых закрытое множество тем, и к тексту приписывается одна или несколько тем. То есть происходит такая вот классификация или кластеризация, если мы заранее не знаем этих текстов по темам. Наиболее популярный вариант здесь – это то самое тематическое моделирование. Это такой как бы мягкий подвид кластеризации по темам, когда не просто одна тема приписывается тексту, а как бы такой взвешенный тематический состав каждого текста нам выдается. Допустим, мы выделили 10 тем, и про каждый текст говорим, да, какой в нем процент темы 1, какой в нем процент темы 2, какой процент темы 3. Давайте закрепим еще раз это на том же примере, с которого я начал. Ну вот, извлечение ключевых слов в самом таком простом варианте, оно выглядит как-то так. Мы берем текст и из него, из него прямо непосредственно из этого текста извлекаем какие-то слова, которые для него почему-то важны. Ну вот, например, экзамен профессор Билет. Как это мы делаем? Это отдельный разговор, который у нас будет после этой лекции. Второй вариант автоматического реферирования – это то, что вы опять же видели на слайде 3, когда мы из текста порождаем какую-то его краткую выжимку в виде одного-двух предложений. И тут есть разные подходы, это очень интересное направление, может быть, мы тоже про него успеем поговорить. И третий вариант – тематическое моделирование, когда у нас есть некоторый набор тем, извлеченный из всего корпуса, и дальше мы про каждый текст говорим, сколько процентов какой темы в нем есть. И эти темы, они едины для всего корпуса, то есть вот у нас есть, например, текст про Николин Куертенева, и он там, не знаю, например, на 85% принадлежит теме 1, которая характеризуется такими ключевыми словами, как экзамен, профессор, билет, университет. И к этой же теме приписаны и все остальные тексты этого корпуса в какой-то пропорции. Все тексты, в которых хоть как-то встречается эта тема с точки зрения нашего хитрого алгоритма, все они ссылаются на эту тему. То есть у нас есть некоторый единый для всего корпуса набор тем, и для каждого текста мы описываем некоторые распределения этих тем по этому тексту. Про все эти вещи мы так или иначе поговорим. Мы начнем разговор с ключевых слов и как их выделять, и дальше продолжим тематическое моделирование. Мы, может быть, еще про автоматическое реферирование тоже поговорим. И мы уже договорились, что практику по тематическому моделированию в Python вам устроит Борис Валерьевич через примерно 2-3 недели. Поэтому изучение этой темы будет синхронизировано, и вы будете заниматься не только на курсе по цифровым гуманитарным наукам, но и на курсе по программированию. Спасибо за внимание, и продолжение следует.